что же как мы в прошлом видео попробовали зайти на какую-то из машин у нас запрашивают имя пользователей пароль почему а сейчас мы это узнаем ну собственно во первых что данная машина не знает кто мы ломимся через сеть таким образом к примеру любой компьютер в сети возможно даже в какой-то неизвестной вам сети может попробовать подключиться к вашему компьютеру если у вас отключен доступ с парольной защиты то он может туда попасть но хотя есть и разные другие способы как-то у вас хакнуть через сеть но как минимум вот таким образом может туда зайти если же у вас в локальной сети не используются какие-то там посторонние устройства то мы можем сделать как переходим в station 210 панель управления управление сетями общим доступом и здесь у нас есть изменить дополнительные параметры общего доступа далее все сети и вот есть такой пункт общий доступ с парольной защиты если включена парольная защита общего доступа только пользователь с учетом записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам принтером подключены к этому компьютеру общем папкам чтобы открыть общий доступ пользователям нужно отключить парольную защиту общего доступа чтобы открыть общий доступ вообще всем пользователям давайте проверим как это работает отключить общий доступ с парольной защиты и попробуем зайти на десятку все как вы видите заходим ничего здесь не расшарено но мы уже можем сюда выполнить вход к примеру ну аналогичная история у нас на 11 ну и вообще собственно на семерке все будет то же самое параметр общего доступа все сети отключить доступ с парольной защиты то есть что сейчас у нас получается на эти компьютеры могут зайти любые пользователи не указывая имя пользователя и пароль из данной системы но сюда доступ будет предоставляться только тем кому мы разрешим общий доступ для так скажем любых пользователей к примеру давайте мы расшарим какую папку ну либо просто и создадим как правило на обычном компьютере что я создаю да я обычно это делаю на втором диске на диске с данными но допустим здесь это просто в качестве примера ну ладно давайте если уж по уму к примеру как бы я это делал и всегда делаю в компаниях то есть я разделяю системный диск и диск с данными и прошу чтобы все пользователи свои данные скидывали не там на рабочий стол в папку мои документы а через второй раздел все это сделано для того что если вдруг операционная система умрет я могу из образа быстренько ее восстановить диск c а все данные с которыми работал пользователь они хранятся на втором диске ну давайте быстренько это сделаем в принципе это не так долго но чтобы вы знали как так делается по уму переходим управление дисками вот диск c для начала нам нужно его сжать чтобы часть пространства у него осталось станет он 10 гигабайт а на второй диск у нас будет 50 ну пусть так хорошо давайте мы пусть 40 гигабайт нам у нас вы для 2 диска вот к примеру вот так вот второй диск здесь создаем папку как я обычно делаю это папка документы где есть папка обмен но первую букву я ставлю цифру 0 почему потому что любые папки которые будет создавать пользователь всегда имя обмен будет сам верху ему так проще обмениваться с пользователями скажу вам сразу так а то у него когда здесь куча папок он ищет обмен где-то вот здесь или на следующий в общем так намного проще когда первым же стоит папка обмен что делаем дальше свойства и доступ общего доступа нет поэтому делаем общий доступ и выбираем кто будет иметь сюда общий доступ в данном случае когда мы делаем доступ убираем доступ с парольной защитой мы можем предоставлять для контролировать так скажем доступ через учетную запись все то есть любой пользователь который туда подключится он будет иметь доступ как все жмем все поделиться готова кстати что он конкретно там умеет права вот так вот добавить нам нужно и выбрать что именно здесь может давайте для начала просто чтение обновляем так это у нас вторая станция вот папка обмен появилась зайти можем создать ничего не можем примеру пользователи здесь есть какие-то документы там вот отчет он видит смотреть может вынести правки не может и удалить все если вам необходимо предоставить общий доступ для всех чтобы доступ на изменения был то переходим общий доступ чтение запись поделиться готова и теперь он может здесь создавать папки файлы носить изменения такой вот способ создания сетевых ресурсов кстати что еще бывает что по умолчанию там какие-то сетевые ресурсы уже расшарены давайте посмотрим через управление есть такая папочка как общие папки тут мы можем вообще посмотреть какие ресурсы расшарены данном компьютере если вы увидите вот у нас есть обмен смотрите админ со знаком доллара c со знаком доллара я со знаком доллара это все такие служебные программы точнее служебные ресурсы которые нужны для админа они скрыты ну кстати сейчас давайте попробуем проверить можем ли мы к ним подключиться ну вообще здесь мы можем посмотреть для кого это ресурс пользуется для инвестрации винах цели установка разрешения общий доступ параметры безопасности файлов не допускается в общем сомневаюсь что нам будет разрешено подключиться ну давайте интереса ради попробуем вообще по этим ресурсам может подключаться админ с правами админа так это у нас если мы сделаем так я и знак доллара вот он в данном случае запрашивает все таки права пользователя который имеет полномочия подключаться к данным административным ресурсам какие еще здесь есть но собственно административные и вот это наша папочка обмен можем нажать на свойства и посмотреть кому разрешено подключаться и тут всем администратором безопасность принципе можем сюда не лезть также интересная штука это сеансы допустим мы зашли в папочку обмен если мы здесь обновим вот она показывает что гость то есть он не знает меня не говорит что я зашел данный ресурс с вот такой-то машины на компьютер открытые файлы это вот что у меня открыто гость открыл такие-то файлы с доступом на чтение вот это наверное нет доступа это когда мы пытались включиться к общему ресурсу вот таким образом мы можем настроить минимальную локальную сеть в условиях что все компьютеры друг друга знают вы указываете вот этот доступ без парольной защиты и все можете вот через эту учетную запись все пользователи рулить доступом однако если у вас есть ну какие-то другие компьютеры подозрительные скажем так вы не хотели бы чтобы любой мог подключиться и смотреть файлы то все-таки нам придется использовать этот метод по доступу с парольной защиты но мы необходимо немного доработать наши вот эти системы чтобы все было более-менее адекватно настроена и согласно базовой так скажем информационной безопасности сетевой безопасности